И у нас сегодня тема, это ЭКФ, если будете или вследствие того, что будете. Это я вспомнил сразу анекдот такой. Встречается Изя Ийцех. Ну, Изя говорит, что ты там читаешь? А он говорит, слушай, я вот читаю, стал читать антисемитскую литературу. А чего так? Ну, понимаешь, когда читаю нашу, мне даже сегодня книгу дали, да, там все время нас убивают, гонят, ну, издеваются. Вот это все ты читаешь грустно. Грустно антисемитскую ты читаешь, мы всем миром заправляем, мы правим, мы там самые крутые, все купили, говорит, вот это веселее читать. Очень хорошая вот эта глава ЭКФ, вследствие. Мы начнем тут два местописания, они идентичные. Открой, пожалуйста, одно и второе. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, входить всеми путями Его и прилипляться к Нему, то Бог обещает благословение. Если вы будете соблюдать все заповеди, другой перевод, чуть-чуть по-другому. Ибо если вы будете хранить каждую заповедь, которую заповедую вам, чтобы исполнить ее. Кстати, вот мы тоже на разборе разбирали именно восьмую главу. Очень интересная глава в том, что там вот все хорошо описано. И там написано главное, что на что смотрит Господь наше стремление исполнить. Он говорит, вы старайтесь исполнить. Понятно, что все исполнить мы не сможем. Но Бог всегда смотрит на наше сердце. Так вот, слово шамар, оно означает, которое тут хранить, наблюдать, соблюдать, стеречь. И вот в оригинале тут эти две формы, они соседствуют. Шамор тишмерун, соблюдая, соблюдете. Ну или другим словом, наблюдая, сохраните. То есть если мы будем соблюдать или охраняя, хранить каждую заповедь, которую Господь дает вам, чтобы исполнить то, Бог нас будет благословлять. И как Господь желает, чтобы мы соблюдали Его заповеди? Каким образом? Или как? Ну самая первая заповедь какая? Возлюби Господа Бога. Вот мы должны соблюдать заповеди Его всем сердцем, всей душой и всей мощью. Почему не Господа Бога? Вот Ешуа как, помните, сказал? Он сказал, если любите Меня, то что? Соблюдите Мои заповеди, он сказал не так. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. То есть если переиначить, любить Бога означает что? Соблюдать Его заповеди. И мы должны стремиться их соблюдать и тоже и разумом, и сердце это что вообще, кстати, в Писании? Что подразумевается под сердцем? Не сердце же всегда. Ну вообще разум. То есть под сердцем всегда разум. Под душой уже что подразумевается? Чувства, да, эмоции. Ну и под мощью, под силой прилагать усилия, да? То есть не просто соблюдаться, ты должен приложить усилия. Вот как то же самое, когда Иоанн Погружающий говорил, кажется, Царство Небесное усилием берется. Усилием берется. То есть мы должны прилагать усилия. Мы должны предлагать усилия тоже, чтобы его соблюдать, его заповеди. Хорошо. И вот охраняя, будь охранитель. А кто выступает охранником над этими хранителями? Как вы думаете? Кто поставлен на тем, чтобы мы любили всем сердцем, всей душой и всей крепостью? Кто хранитель? Кто должен охраняя, охраняться? Кто является хранителем в нашем случае? В человеке. Ну вообще наш дух. Не совесть. В Писании у евреев есть такое понятие нашама. Дух. Дух возрожденный человека. То есть когда мы покаялись, у нас возрождается дух. Дух, который потом, когда человек умирает, а дух туда идет. Вот. И вот этот дух, ну или как если сказать, плоть духу противится. И вот этот дух, которому противится плоть, он должен вот этим трем вещам повелевать, чтобы охраняя, мы хранили каждую его заповедь. И вследствие вот того, что мы будем охранять, эков, мы, Бог нас благословит. Бог нас благословит. Вот. И вообще все благословения Божьи, они заключены в верности Бога, своему же завету. С Авраамом, с Хаком, Яковом и потом в дальнейшем со всем народом. И как эти благословения Бог изливает через свою милость. Хесет. Через свою милость. Но эта милость не на всех, а на тех, кто охраняет заповеди. То есть Бог изливает эту милость, она в принципе на всех изливается, с большего. Но благословение Божье приходит на тех, кто охраняет и исполняет эти заповеди. Открою там следующее, пожалуйста. Ну это Шамар, да, тут я забыл. Хранить, наблюдать, соблюдать, стеречь. И следующее еще тут местописание. За то, что это, слушать будете вы законы эти. То есть вследствие того, что вы будете слушать их и исполнять, Бог нас благословит. Все очень просто. Раши истолковывает вот эти слова следующим образом. Если слушать будете вы легкие заповеди, которые человек часто попирает своими пятами, тогда хранить будет вас Господь для тебя свое обетование. Я не совсем, конечно, понял, что такое легкие заповеди, но тут пишут, что это заповедями, которые там, то есть законы имущественных отношений или отношений человека с человеком. Очень часто эти заповеди легко попираемы. То есть заповедь не убей, легко исполнись, если ты там не убиваешь. А вот заповедь не завидуй, иногда тяжело или не сплетничай. И вот он говорит, если мы, вот эти легкие заповеди, которые люди часто нарушают, или там не лги, человек бывает часто врет, да. Он говорит, если вот как бы попирать своими ногами, а вот если вот эти легкие заповеди, которые легко люди нарушают, будете хранить, то Бог вас благословит. Вот такой вот есть комментарий Раши. И написано, что велика грядущая награда эков за исполнение их заповеди Торы. Да, вот велика грядущая награда Эков вследствие того, что вы исполняете заповеди Торы. Это псалмы. Теилим – это псалмы. Вот, Моша сказал, если слушать будете вы законы эти, храните их, то впоследствии получите за это награду. Хранить будет Господь для тебя союз и милость, и Он возлюбит тебя. И мы это прекрасно видим и понимаем. Это касается как евреев, так и неевреев, да. Если мы исполняем заповеди Бога, то мы получаем благословение. И если нет, то не совсем мы получаем благословение, да, получаем неблагословение. Что мы прямыми словами уже давно перестали говорить, да. Толерантность, траля-ля-ля. Хорошо. Нет, вот убери пока, я сейчас к этому перейду. Нет, ты нажми стрелочек. А, вот так умеет. Хорошо, и я теперь хочу сместить акцент, но я больше хочу сместить на еврея, который пришел к Господу Богу, который познал Ишуа как Машеха. И вот он, читая эту главу, хочет исполнить, ну вот, исполнять, хранить заповеди, охраня, охранять, верит в Ишуа. И где это лучше ему делать? Ну где ему это лучше делать? Все науки не верят в Ишуа. Куда ему лучше пойти? Податься? Не, ну дома, дома там не все... В общину. Вот, в общину. Ну правильно. Если найдет. Ну, так и можно найти. И другой, тут другой вопрос. А вся ли община является мессианская? Вот, открой, пожалуйста. Не все мессианские общины действительно являются мессианскими. То есть, смотрите, человек может называться профессором, но он может быть профессором, заслужить профессорскую должность, а может, ну, купить, да? То есть, это просто его как прозвище. То же самое человек может говорить, что он честный человек, да? На самом деле, он быть не совсем честный. И так далее. То есть, не все, что называется мессианское, но является действительно мессианским. И как определить, относится ли эта община к мессианскому движению или нет? Как вы думаете? Кем образом это вообще можно определить? Нет, ну, понятно, принимают, что делают. Является мессианский или нет? Ну, каким образом определить? Как узнать? Вот вы пишете. Методом сравнения. Ну, вообще, методом сравнения, естественно. То есть, сравнивается. Но чтобы сравнить, нужно знать других. И вот, кстати, в мессианском движении, как, в принципе, и в любом христианском движении, очень много разнообразных мессианских общин. Но, как в любой христианской общине, так и в мессианской есть свои, ну, как бы, показатели, по которым ее можно определить. Ну, например, ну, сейчас этот тренд спадает. Как-то было последнее десятилетие этот тренд. Он проявлялся и в евангельских церквях, когда назывались сами мессианскими. То есть, по сути, это одно и то же название. Мессианский и христианский – это, мессианский – это перевод с еврита, мессианский, а христианский – это греческое слово. Это одно и то же, по сути. Но по, как бы, по теории это одно и то же, по практике это немного разное. Вот, смотрите. То есть, был такой тренд, когда… Нет, оно так долго будет висеть. Когда общины называли себя мессианскими, да? Вот. По разным причинам. То есть, это было модно. И ты заходишь, там играются тоже еврейские песни. Но является ли это церковь мессианской? Нет, не является, да? И даже бывает там, и очень часто в общинах тоже в различных молятся за Израиль, или пытаются евангелизировать тоже евреев. То есть, опять-таки, ну это все похвально, но это не является мессианской общиной. То есть, для… я имею в виду, евреи прийти, которые поверили в Ишу, вот, ну, именно там состоятся. Даже если евреи, которые посещают туда, к ним относятся уважительно и так далее, но смогут ли они жить в такой церкви по-еврейски? Не смогут. Ну, на самом деле, не смогут. То есть, он не сможет выразить свое еврейское духовное почтение духовным образом никак. И это не потому, что этого еврея считают плохим, но потому, что там есть свои обряды, учения и так далее. Я не говорю, что это неправильно, просто я сравниваю. То есть, там нету тому, чтобы еврей сам мог почувствовать евреем. Я помню, Миша, сын такой есть, он живет в Израиле, известный мессианский учитель. И он, ну, в свое время еще до ковида очень много путешествовал по миру в различных церквях. Его приглашали баптистские, пятидесятнические, харизматические общины. Я помню, там, ну, его вызывают на кафедру, за кафедру поделиться словом. Ну, и говорит, мы приглашаем христианина Михаила поделиться словом. Он говорит, я не христианин. И так ему настойчиво пытаются сказать, кто он. Ну, мессианские евреи, кстати, никогда не были христианами, не назывались они так. Их называли по Писанию либо последователями пути, как было, либо они просто были евреи, поверившие в своего Машеха. То есть они как были евреями, так и оставались. Ничего не поменялось. И написано, что христианами стали называться верующие в Антиохи. Вот. Я к чему веду, что еврейское духовное наследие, оно где-то уже от него отказались в 300-400-х годах нашей эры. В силу разных причин, обстоятельств, антисемитизм там был. Но самое большое сыграло то, что составляла основная часть верующих, было кто? Ну, не евреи. Понятно, да? И поэтому всегда, когда большинство, оно возобладает. Рано или поздно. Ну, понятно, да? В любой организации, в любой культуре возобладает та культура, которая большинство. Всегда так было. Единственное, сохранить свою культуру, это каким образом стоит сделать? Чтобы не ассимилироваться. Обособиться. Обособиться. Ну, это нормальная вещь. То есть, вообще, Израиль сохранился, именно как сохранился? Вот. Обособленностью. Обособленностью. Жили где? В местечках, правильно? Где был свой Кагал. Жили своим Кагалом. Образно так. То есть, был свой Маэл, свои обряды и так далее. Это помогло сохраниться. К сожалению, сейчас, в нашем мире, если ты еврей, то у нас очень сильно ассимиляция. Так и да, Ира? Ну, так оно и есть. Либо, потому что уже, ну, если ты не в Израиле, то, в принципе, ну, еще, может быть, где там, в Нью-Йорке там живут, есть еврейские кварталы. Но, в основном, ну, нету, ни в Германии уже такого нету, ни в Европе, ни в бывшем Советском Союзе. То есть, вот. И поэтому, я к чему иду? Чтобы еврею исполнить свое мессианство, ему нужна какая-то община. Почему? Потому что, в основном, большинство, оно возобладает. То есть, это не значит, что, если еврей пришел в обычную евангельскую церкву, церковь ему не дадут этим воспользоваться. Почему? Потому что там другие обряды. Они не плохие, они говорят, что это плохо, я сравниваю. Но они не такие, как вот, ну, как есть в мессианских общинах. Вот. То есть, чтобы жить по-еврейски, нужна первая община, сообщество, которое поддерживает такой же образ жизни. Иначе будет ассимиляция. Ассимиляция – это плохо, я потом скажу. Вот. Ну, кто-то может спросить, ну, разве плохо, что евреи и неевреи славят и поклоняются Господу Богу? Это отлично. Это очень хорошо. В глазах Бога это хорошо. В глазах Бога это хорошо. Но очень часто, я, кстати, пару раз я сталкивался, когда я говорил на такую тему, обычно заявляют по галатам. В мессии нет кого? Ни иудея, ни елена, ни раба, ни свободного. Но апостол Павел, когда говорит, пишет эти слова, он не подразумевает о том, что мужчина, он стал женщиной, да? То есть, это же не повод делать всех одинаковыми. В плане спасения все равны. Нету кого-то выше, то есть, Ешуа. То есть, ты не можешь спастись, если ты не принял Ешуа. Никто. Ни еврей, ни нееврей, ни богатый, ни бедный. Вот путь спасения для всех один. Но, а вот остальное все различно. Мне всегда хотелось, когда, ну я так поздно вспоминал, ну как-то в собрании сидит, я хотел всегда сказать, так, а что же в вашей культуре сестры не пастора? Что они не проповедуют, если у вас нет ни мужчины, ни женщины? Странно, что бы мне сказали в ответ? Вот, если они же так, они же говорят, ну евреев-то нету. Ну да, ну так давайте, что же вы. Вот, то есть, мы понимаем, что в плане спасения есть только один путь для всех. И там нету ни выше, ни ниже. Но есть у каждого свое предназначение. И у Израиля есть тоже свое предназначение. Так вот, в плане определенных обетований у Бога есть для Израиля своя цель. Израиль он избрал для своих целей. И он так и хочет именно с Израилем, с еврейским народом решать свои какие-то задачи. То есть для церкви есть свои цели и задачи, для Израиля есть тоже свои. Вот, и евреи остаются уникальным народом со своими традициями. Вот, и если идет ассимиляция, то это трагедия на самом деле. Почему? Почему трагедия? Как вы думаете? Ну что заповеди не исполняются? Бог сказал не жениться на гоях и не выходить замуж. На самом деле. Единственный народ, кому Бог сказал, вы не должны не выходить замуж, не жениться на этих самых. Помните, в книге Неемии он там за волоса тягал. Помните, там пришли в землю Израиля и уже успели попережениться там на кем-то, на гойках или на гоях. И он там за волосы волосы рвал, бил их, не знаю, как он это делал, ну там написано. И там потом все пришли, начали плакать и повыгоняли там своих, кто там жен, кто мужей. Ну на самом деле, то есть... А почему? Потому что если ассимилируется Израиль, как узнать, что ты еврей? Ну только по фамилии, то сейчас, вот сколько мы бывает, когда мы ходили, евангелизировали. Там, вы такой-то, вы еврей? Не, не еврей, с фамилией Фридман, грубо говоря, да? А может предложить им просто, чтобы они ассимилировались в Израиле, где есть какой-то, вели обряд и все? Ну, все равно, есть же евреи, которые по крови, а мы не имеем в виду. Вот. То есть, я к чему? Бог создал специально Израиль, и Он его сказал, вы должны блюсти самих себя. Вот. И поэтому, это факт. Если еврей приходил в любую общину, ко второму поколению происходила ассимиляция, а к третьему он уже растворялся. Но даже вот если спросить, Соня, вот у вас же бабушки, кто там, родители пекли мацу и праздники, то когда уже в Советском Союзе, этого все меньше было, правильно? Да. Понимаете? То есть, это такая плавная ассимиляция. Это благо, что дети уехали куда надо. А так бы глядишь уже, и все. Что такое шаббат? Мама, куда ты меня ведешь? Я там многих тоже спрашиваю, какой шаббат? Я говорю, ты еврей, что значит какой шаббат? Ай, я атеист. Я говорю, как ты можешь быть атеистом, если ты еврей? Ты не можешь быть атеистом, потому что евреев сотворил Господь Бог. Вот так. Но это ассимиляция, поймите. Это ассимиляция. То есть, когда родители перестают говорить, то уже третье поколение, оно полностью ассимилируется. Тем более, плюс у нас, чем это у нас шриват, у нас многие отказывались специально, ну как бы не то, что отказывались от евреев, а его поглубже засовывали, потому что у нас был холокост, да, и был потом антисемитизм. И мы знаем, вот на этой неделе, кстати, была ночь расстрелянных поэтов. В 52-м году Сталин взял и всех расстрелял. Столько денег там. Михельсон, вот он был учредитель вот этой организации, которая во время, она в 41-м году учредилась, и они ездили, он ездил по евреям, по всем странам, его послал Советский Союз, и он деньги на фронт брал, большие деньги принесли. А потом взяли, сказали, это враг народа, и расстреляли. И там только из 19 вроде расстрелянных, одну женщину Сталин помиловал, еврейку, она была профессором, но она была именно профессором по старению, то есть, чтобы организм не старел. То есть, ее пожалели, Сталин хотел, наверное, вечно жить. Сестры, не перебивайте меня, пожалуйста. Вот, сестрички, я сейчас вас рассажу вот так вот. Да, два раза сказал. Поэтому, и вот в связи с этим, чтобы евреев выразить свое, тем более в 20-м веке очень много евреев поверило в Ешуа. Очень много. Это началось в 70-х годах, в движении хиппи в Америке. И вот, чтобы еврей мог, в дальнейшем избежал ассимиляции, и не был далек от еврейского образа жизни, он и не растворился в нееврейском мире, он должен был найти мессианскую общину. И поэтому мессианские общины, которые восстанавливаются сегодня, они состоят и евреев, и неевреев. Опять-таки, масса неевреев тоже примыкает к мессианским общинам, но они не привносят, как бы, свой устав. То есть, они примыкают, как вот это было в первом веке. В первом веке, помните, когда апостол Павел заходил в Синогогу, там кто был? Евреи и неевреи. Очень много было неевреев, которые назывались боящиеся Бога, которые соблюдали Тору в определенных, и которые искали Господа Бога. То есть, их и тогда было много, и сейчас. Вот, и очень часто, то есть, бывает, многие неевреи примыкают к мессианским общинам. Но, опять-таки, многим это не заходит, и такой человек волен пойти в любую христианскую церковь. То есть, тут нету никаких проблем. Вот. Но почему иногда примыкают? Они видят, ну, им нравится вот еврейское, и, опять-таки, много то, что есть в мессианских общинах, в принципе, это не меняется на протяжении тысячелетий, определенные обряды, которые существуют. Они существуют в синагоге, они есть у нас, ну, не все, но многие. Вот. То же самое есть три динаминации, в которых не меняются обряды. Какие вот, как вы, я одну назвал на протяжении тысячелетий? Какие вы знаете? Где обряды не меняются тысячелетиями? Вот они как были, так и остаются. Нет. Это католики, православные и синагога. Это три. Три, где не меняются. То есть, у них как были служения, определенный ход, определенная последовательность и так далее. Вот они не меняются. У католиков, у православных, то есть, там ничего не меняется. И в синагоге. Вот. Все остается. Ну, и в мессианских общинах тоже ничего не меняется. Наверное. Вот. И опять-таки, очень часто, я тоже сталкивался с этим, считают, что мессианская община или мессианское движение – это отщепление от христианства. Ну, это наоборот. Это христианство – отщепление от мессианских общин, потому что корень, корнем являются мессианские общины по Писанию. То есть, я не придумываю, да. То есть, это является правильно и справедливым. Я не говорю, что они самые правильные, но корень – откуда все пошло? С Израиля. С Израиля. И первая община на протяжении 40 лет, которая существовала, она была чисто еврейская мессианская община. Вот. Скачание людей. То есть, смотрите, технический термин опять-таки, этимология, оно одинаковое – христианский, мессианский, но практически различается. Вот. То есть, в христианстве существует, в любой церкви существуют свои какие-то традиции, у разных они по-разному, например, у баптистов будет свое, у пятидесятников свое и так далее. Но одинаковые будут, например, кресты и так далее и тому подобное. То есть, я опять-таки не говорю, что это плохо. То есть, есть определенное, ну, различие. И в мессианской общине тоже есть свои различия. Там, талит, кипа, минора, свечи и так далее. То есть, это вот все показывает, что одни такие, другие такие. И те уникальные, и эти. Вот. Поэтому, ну, опять-таки, в чем еще различие? Мессианские собрания в основном проходят либо пятницу вечером, ну, это чаще всего в Израиле, да, либо суббота. Вот. Используется еврейская терминология, да, используется еврит, используются молитвенники, седуры, не всегда используются. У нас, например, молитвенник, которым мы молимся у нас, на молитвенных, это я брал молитвы из седура. Кстати, многие из них, я их просто чуть-чуть переделывал. Большая часть в мессианских общинах строится, состоит из учений из Танаха. Танаха составляет 80% всей Библии. Вот. То же самое, праздники, другая культура и так далее. То есть, вот это обычно отличает от христианских общин, где обычно используется латинская или греческая терминология, да, или старославянская. Ну, то есть, все имена, которые снова заветы, это все греческие, вы должны понимать. Поэтому, когда говорят, вы неправильно, правильный Иисус, а не Ишуа, правильный Ишуа, но и то, и то, это слова взаимствованные. У нас нету, ну, правильных переводов. У нас мы, это все переводы слов, да. Егошуа, да. Вот, поэтому, понятно, и то же самое, молитвы различные используются и так далее. То есть, обычно в христианских церквях упор ставится не на Тору и Танах, а, например, на Новый Завет. Ну, и преобладают также различные культурные и этнические различия, да, и свои традиции. Вот, поэтому, то есть, я не говорю, что это плохо, то есть, поймите. То есть, это разные вещи. Я начал с того, что как же еврею исполнить Вайтхана, как ему это все сделать. То есть, есть различия. И вот, в мессианской общине, где все-таки, ну, опять-таки, у нас есть бары, бат, митцва, мы не всегда успеваем проводить. Вот, единственное, мы не обрезаем. Нет у нас маэля, ну, и, как бы, детей таких нету. Может, будут. Но маэля можно пригласить, правильно, синагоги, в принципе, можно провести обрезание, если этот мальчик еврей. Просто, к чему я говорю? Бывает так, что какой-то газета выпускается, она называется мессианским. Но, по сути, это обычное христианское издание. Но она это назвала, и человек думает, о, дай-ка я почитаю. Потом думает, так что, нет никакой разницы между христианской и мессианской. Или он заходит в какую-то общину, которая говорит, мы мессианская община. И они смотрят, а там, ну, все то же, что в обычной церкви. И он думает, ну, это просто церковь по-еврейски названа. Вот, но на самом деле это может вводить, ну, такое, в заблуждение людей. То есть, молодое поколение, оно нуждается в четкой идентификации, да, и в укреплении своего еврейства. То же самое. Поэтому, я, например, если встречаю евреев, которые ходят в какую-то церковь, я их приглашаю к нам. Ну, они не приходят. Вот, ну, почему я приглашаю? Потому что я понимаю, что свое еврейство он там никак не, ну, не обозначит, он там его никак не увидит. А как ты идентифицируешь, что это еврейство? Так я знаю. Ну, конечно. Ну, знакомых я имею в виду. Вот. Ну, не то, что я там настойчиво зову, но, в принципе, я так показываю. Приглашаю. Опять-таки, не то, что там неправильно, но еврейство, что он там... Вот, идите, проповедуйте вас, вот и приглашаю. Ой. Вот. Ну, и также немного разнятся... То есть мы отмечаем, опять-таки, праздники Господней, которые не во всех церквях отмечаются и так далее и тому подобное. То есть вот это все говорит о том, в принципе, во всех мессианских общинах это все есть. Вот. И поэтому еврей, который хочет исполнить то, что он начал, заповеди, которые он прочитал, охраняя, охранить, и он верит в Вишевом Мессию, то, в принципе, он может это все восполнить только, не охраняя их, сохранить только в мессианской общине. Иначе он там ассимилируется. Кто-то скажет, но он же будет спасен. Ну да, он будет спасен, но есть еще другое предназначение, определенное у Израиля. И это предназначение он вряд ли исполнит. Вот. Поэтому, поэтому существуют такие мессианские общины, где еврей может почувствовать себя евреем. Вот. И где, в принципе, это подчеркивается. Не выпячивается, но подчеркивается. То есть, там, действительно, он не потеряет свою самую идентификацию. Вот для этого существуют мессианские общины. Поэтому я... Не все мессианское, действительно, мессианское. Но очень часто говорят, нету духа. Вот иногда, что все как-то религиозно бывает, выглядит. Ну, каждому, вы знаете, свое, если честно. Ну, вот, опять-таки, нету, так можно сказать, и про католиков, и про православных. Тоже нету духа. У них же там все по... Ну, и в синагогу вы придете, там определенные молитвы. Вот у меня сегодня достал сидур. Там такой вот молитвенник. И там определенные молитвы. Утро, вечер, ну, после обеда, то есть, шахарит, маарив, минха, маарив. Есть три вида молитв. Утром, после обеда и вечера. Они там практически все одинаковые. Кто-то может сказать, в этом нету духа. Я считаю, что в этом есть дух, если ты прикладываешь свое сердце. Вот и все. Поэтому, слава Богу. И еще в этой главе некоторые вещи я укажу. Открой, пожалуйста. За землю добрую. В этой главе очень много говорится, что... Там местописание есть, пожалуйста. Если ты будешь есть и насыщаться, и благословлять будешь Господа. Там говорится, чтобы ты не забыл. То есть, когда ты придешь, когда ты будешь кушать, когда тебе Бог даст всего, то не забудь. Вот у меня два брата тут присутствуют. Я их давно знаю. Вот они могут тоже сказать, что из нашего окружения очень много людей уже давно забыли Господа Бога. Они растворились в этом мире. Я встречал некоторых, там они уже и это, и это, и курят, и так далее, и тому подобное. То есть, когда Бог нас вводит в землю, нам важно его не забыть. Очень часто, я повторяюсь, я был свидетелем, когда люди приходили с очень крутыми нуждами. И Бог их решал. Вот так вот. То есть, человек приходил, всем сердцем исповедовался, каялся. И Бог решал эту нужду. Я помню, и за мужей, и за детей молились, и все. И как только Бог нуждал, человек там ходил, ходил какое-то время, ну все нормально. И он резко уходил. Поэтому мы всегда должны благодарить Господа Бога за землю добрую. Живем в Беларуси, нужно благодарить за Беларусь. Будем жить в Израиле, будем благодарить и за Израиль. Или еще где-то. Вот. Поэтому эта заповедь в любом месте нас касается, чтобы мы не забыли. Когда нам Господь даст многое. Я вот тоже думаю, у нас была однокомнатная квартира, хибарка, у нас сейчас дом есть. Это тоже благодаря Господу Богу, и надо за это тоже благодарить. А многие бывают, что-то получили то, что хотели, и уже все. И растворились там. В суете и заботах. Что еще? Сила от Бога. Мы должны знать, что откроем из Пописания, пожалуйста. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ты не завет свою, которую в клятву утвердил отца твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь к тебе от Бога других, и будешь служить им, поклоняться. То свидетельство вам сегодня небо без имя, что вы погибнете. Как народы, которые Господь Бог истребляет от лица вашего, так погибнете вы за то, что не послушайте глаза Господа Бога вашего. Бог дает нам силу приобретать богатство. Мы уделились на разборе слова, и такой пример приводил, что есть в Писании, что, помните, не умным достается богатство, не быстрым, еще что-то, но время и случай, но всякое для каждого из них. И на самом деле так и есть. Бывает человек троечник. Сергей, ты троечник? Три-четыре. Ну, три-четыре. Ну, в принципе, у тебя была нормальная финансовая в свое время. Да. Ну, то есть, благодаря кому? Да. То есть, Бог давал время и случай. То есть, бывает, человек живет, так вот, а потом раз, он поднимается. Опять-таки. И люди думают, что это, ну, мне повезло. Вот, привалило, повезло. На самом деле, любая удача, кстати, вот у нас не любят, я как-то в христианских кругах, слово удача, почему-то говорят, это не от Бога. А вот в иудаизме удача, это чисто от Господа Бога. Время и случай. Повезло. Но повезло почему? Ну, Господь тебя благословил. И очень многие люди, они об этом забывают. Что то, что ты имеешь, вот это тебе Господь благословил. И у тебя ничего не было, а тут вдруг раз, у тебя стало все получаться. Опять-таки, это благословил Господь. А мы очень часто думаем, ну, это я, это я вот такой, или мне подвезло. Подвезло, потому что тебе Господь просто так вот помазал тебя, или там коснулся. Вот. Поэтому Он дал силу приобретать богатство, Он дал тебе какую-то идею. И даже через кого-то подсказал какую-то идею. Это все сделал Господь Бог. И поэтому мы помнить должны об этом и благодарить. Ну, может быть, время, когда у нас ничего не будет. И за это надо благодарить. Разная у нас будет жизнь, да, она не состоит из белого, да, как у нас любят там проповедовать иногда. Только исполняй заповеди, служи, и Бог тебе все время все будет давать. Жизнь, она полоса белая, черная, черная-черная, белая-белая-белая-белая-черная. И так по-разному, да. Поэтому мы должны помнить. А вот если забудешь, то погибнем, да. И последнее. Бог сражается за Израиль, предпоследнее. Бог сражается за Израиль. Вот это четко. Даже вот этот вот раввин, он почему-то так вот решил. Ну, вот, который я сегодня говорил. И он так, может быть, знаете, почему он еще так сказал? Он знает, что Бог сражается за Израиль. Так было, так есть и так будет. Открой, пожалуйста. Потому что написано, что покуда существует небо и земля, Израиль будет существовать. Покуда светит солнце, то Израиль будет. Вот. И Бог, и когда будет изгоняться Господь Бог твой, от лица Твоего, не говори в сердце Твоем, за то, что за праведность Твоем привел Господь владеть всю из Новую землю, и что за нечестие народовых Господь изгоняет их от лица Твоего. Ну, это тоже важно, да. Мы должны понимать, что силу дает Господь Бог. И помните, в царствах, когда описывалось, когда Израиль начал грешить, и там Бог говорил, вспомни, когда один прогонял тысячу, а двое тьму. Из-за чего вас так боялись? Помните Энофан и вот история храбрых Давидов. Там любой каратист или там тэквондист, он вообще просто нервно курит в сторонке. Там вышел с копьем, 800 человек, бубух нету. Как он так это мог сделать? Потому что Господь был с ним. А там вышел с палки, помните, или вообще против великана, вышел с голыми руками, отобрал палку и там убил этого великана. Почему так происходило? Господь Бог был с ним. Когда мы читаем книгу Егошу Беннуна, там вообще, помните, когда Израиль начал наступать, там просто у них куча армий, и написано, Бог с неба кидал камни. Откуда они взялись, я не знаю. Написано, больше погибло от камней, чем порубили израильтяне. Бог сражается за Израиль. И любые антисемиты, они, к сожалению, не часто это помнят. Вот, к сожалению. Но их это все равно касается. Я рассказывал случай, делился, я захожу в светофор, и у меня нога была, позапрошлом месяце, нога была перебинтована, иду хромаю. У меня мужик пьяный, идет навстречу. Говорит, постой. Я говорю, да. Я хочу за тебя, ну, типа, помолиться я, что ли? Ну, я так спросил. Он говорит, да, я целитель. Я говорю, слушай, я верующий человек, типа, иди, дружище, куда шел. Он такой, ну, что ж ты верующий, ты не молишься, и почему тебя Бог, типа, не исцеляет? Ну, с одной стороны, правильно? И потом он начал там, что-то он там, а, и он там, знаю я вашу эту нерожденную, и он начал против Иисуса говорить, Иешуа. А я говорю, слушай, ну, вообще-то он еврей был, ты антисемит, антисемиты живут недолго и несчастливы, подпадают под проклятие. Он меня там начал говорить, ну, я тебя проклинаю, короче. Ну, думаю, ну, проклинаешь, я тебя благоставляю, я пошел дальше. Вот, то есть, Бог сражается за Израиль. И мы должны это понимать. И поэтому ни одно проклятие, оно не может даже, как бы, там, мусульманские страны или еще какие-то пытались воевать против Израиля, у них ничего не получится. И Бог сражается за Израиль, неважно в каком он состоянии. То есть, вы должны понимать. Когда была война 1967 года, 1948 года, Израиль был, по сути, неверующий. Ну, землю, которую завоевывали израильцами, евреи, в 1948 году, там же было очень мало верующих, очень мало. В основном, это были светские евреи, которые схватились за Божье обетование, что эта земля принадлежит нам и отцам нашим. Почему, кстати, многие, даже до сих пор, ортодоксальные евреи, они не являются сионистами. Они говорят, вот тут много, ну, типа, тут много неверующих евреев живут, как вы можете, ну, вот они вот так вот. Но и Бог, то есть, сражался за Израиль, невзирая на то, что они были, ну, большинство, ну, из них, из нас было неверующие. И до сих пор, кстати, остается. Вот, поэтому мы должны это понимать. Ну, и читая Писание, мы видим, особенно пророков, Бог говорит тем сторонам, тем, за то, что вы не оказали милости Израилю, вам будет то-то, вам будет то-то, вам будет то-то. Вот, поэтому вот эти предупреждения главам государства, которые думают, что у них что-то есть, или ядерное оружие, в принципе, они могут не дожить до рассвета и просто не проснуться, потому что Господь может написать, «Мене, мене, текелу парсин», «Ты найден легким, дружище». Вот, и поэтому это, и не поэтому они имеют такую хуцпу, я так понимаю, дерзость говорить. В принципе, Бог сражается за Израиль. Это подтверждено исторически и по Писанию. И последнее, «Только Он». Только, только ты, я один. Виктор Джан, поверни, пожалуйста. Только Он. Только Господь есть Бог. Только Он есть Владыка, Бог великий, сильный, страшный, который не смотрит на лица, не берет даров, дает суд сиротеев вдовей, любит пришельцев, дает ему хлеб и одежду. Одежду. Поэтому только Господь Бог, да, только и так мы должны прежде всего обрезать крайнюю плоть сердца. И Шауль в послании римлянам, он очень метко подметил, он говорит, у вас должно быть не только обрезание плоти, но и крайнее сердце, да. И сердце тут имеет очень важную роль, потому что когда обрезает Господь сердце, тогда мы начинаем любить. И только Господь есть наш Бог, Целитель, Творец и Владыка Владык. Аминь. Вот это...